Новые назначения. У регионального исполкома Общероссийского народного фронта сменился руководитель. Навигация для маломерных судов закрыта. Полный ледостав на реках региона может установиться в первой декаде ноября. Наридмар готовится принять на службу военнослужащих из Ненецкого округа. Данный вопрос в рамках текущей призывной кампании прорабатывает администрация региона. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нежалова. Новые назначения. Региональный исполнительный комитет Общероссийского народного фронта возглавил депутат Архангельского областного собрания депутатов, руководитель рабочей группы «За Россию. Общество и власть. Прямой диалог» Матвей Чупров. Официальное представление нового руководителя журналистом региональных СМИ состоялось сегодня в стенах штаба. Матвей Чупров окончил Российский университет дружбы народов по специальности экономика. Работал в органах исполнительной власти, руководил крестьянско-фермерским хозяйством, возглавлял туристический культурный центр, занимается общественной деятельностью, активно отстаивает интересы жителей Ненецкого округа. Знание им всех наших реалий, нашей суровой заполярной жизни, доскональное знание быта коренных народов Севера, знание экологических проблем, которые стоят перед нашим арктическим регионом, и немаленький политический багаж, я думаю, все это, все вместе, это позволит ему на этом посту проявить себя с самых лучших сторон. Новый руководитель исполкома высоко оценил работу коллег. По его словам, благодаря принципиальной политике активистов-фронтовиков в регионе сдвинулись с мертвой точки проблемы неэффективного расходования бюджетных средств, строительства детских площадок, благоустройства столицы и другие. Повестка Народного фронта остается той же самой. Народный фронт – это организация, которая нацелена на то, чтобы сделать так, чтобы власть слышала людей, работала ради людей, для того, чтобы и оценка действий власти в Ниньском автономном округе, в Народном фронте происходит не на основании отчетов, а на основании оценки реальных действий, которые были или не были сделаны. Мы будем продолжать эту работу и будем стараться сделать так, чтобы жизнь каждого человека в Ниньском округе стала лучше. В ближайшую пятницу в Наринмаре состоится заседание регионального штаба ОНФ, на котором будут подведены предварительные итоги работы в текущем году. Также фронтовики обсудят региональные общественные предложения. 1 декабря в Наринмаре пройдет отчетная конференция Нинецкого регионального отделения «Единая Россия». Такое решение принято на заседание регионального полицовета партии. Секретарь регионального отделения Денис Гусев выступит на конференции с отчетом о работе отделения в 2017 году и об итогах выборов в органы местного самоуправления Нинецкого округа 10 сентября. На конференции в соответствии с уставом партии произойдет также ротация состава регионального полицовета. Кроме того, конференции предстоит избрать делегата на очередной съезд «Единой России», который пройдет в декабре в Москве. Полный ледостав на реках региона может установиться в первой декаде ноября. Об этом сообщили представители МЧС России по Нинецкому округу со ссылкой на прогноз гидрометеорологической станции Наринмар. До установления ледостава специалисты ГИМС будут проводить патрулирование береговой линии с целью выявить нарушителей. В настоящее время плавание на маломерных судах запрещено во всех муниципалитетах региона. Навигация для маломерных судов на судоходных водоемах в соответствии с распоряжением губернатора округа была полностью закрыта с 20 октября. Именно с этой даты специалисты ГИМС начали проводить патрулирование береговой линии. Эта работа продолжится и после образования ледостава на водоемах региона. Главы муниципалитетов подпишут постановление о запрете выхода на лед. И специалисты ГИМС начнут совместные рейды с полицией и общественниками. Также в инспекции сообщили, что в зимний период в связи с производственной необходимостью предполагается открытие шести ледовых переправ. Они будут действовать на территориях Омского, Пешского, Великовисочного и Приморско-Куйского сельсоветов. В данных муниципалитетах ледовые переправы планируется эксплуатировать с третьей декады декабря по третью декаду апреля. Для обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период будут мобилизованы более 1 тысячи человек, в том числе более 150 из МЧС, 183 единицы техники и одно воздушное судно. Помимо этого, главам муниципальных образований и учреждений Заполярного района направлены письма о необходимости проведения профилактической работы с населением. В рамках призыва 2017 пятеро ребят из Ненецкого округа смогут поступить на службу на корабль «Наринмар». Данный вопрос в рамках текущей призывной кампании прорабатывает администрация региона. В частности, соответствующее обращение в Рио губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского направлено в адрес командующего Северным флотом ВМФ России вице-адмиралу Николаю Евменову. В обращении в Рио губернатора указано, что служба пятерых жителей Ненецкого округа на корабле «Наринмар» будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, укреплению шефских связей между Ненецким округом и боевым кораблем. В прошлом году по призыву из Ненецкого округа на корабль поступило трое юношей. Сначала они прошли трехмесячную узкоквалифицированную учебу и еще в течение месяца на практике изучали устройство «Наринмара». После этого ребятам было доверено стать дублерами или стажерами специалистов и полноценно влиться в ритм жизни и службы экипажа. Ранее призывников срочной службы на корабле не было. Принято было считать, что один год – слишком небольшой срок, чтобы должным образом овладеть воинской специальностью. Тем более, что техническое перевооружение корабля происходит постоянно, вводится в эксплуатацию без отрыва от несения службы. Такие корабли, как малый противолодочный корабль «Наринмар», считаются мировыми рекордсменами по насыщенности боевым вооружениям. В «Наринмаре» начал работу Институт прикладного права. Это уникальная площадка, на которой школьники и студенты получат основы права для решения различных жизненных ситуаций. Региональное общественное движение «Изватас» реализовал Лукоиловский грант. Средства были направлены на издание учебных пособий для изучения ижемского диалекта коми-языка. В «Наринмаре» начал работу Институт прикладного права. Это уникальная площадка, на которой школьники и студенты получат основы права для решения различных жизненных ситуаций. Институт прикладного права – это первая часть большого просветительского проекта, уполномоченного по правам человека в Ненецком округе Арктическая школа права. Главная цель проекта – формирование юридической грамотности среди молодежи и активной гражданской позиции. Большой проект приурочен к десятилетию Института уполномоченных. На торжественное открытие Института прикладного права пришло рекордное количество школьников и студентов. Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе Лариса Сверидова уверена, сегодня в обществе есть востребованность на базовые правовые знания. Часть новоиспеченных студентов Института – активные участники клубов «Мой выбор», которые действуют сегодня в образовательных учреждениях. Эти ребята знают наверняка – правовые основы должны стать неотъемлемой компетенцией каждого. Каждый человек должен знать, куда обратиться и что может требовать. Самое главное, что молодежь должна усвоить по окончании Института – это то, что любую проблему можно решить правовым способом, уверена Лариса Сверидова. Часто молодежь сталкивается с тем, что в жизни возникают ситуации, которые, конечно же, требуют правовых знаний. И иногда эти знания не могут быть подчеркнуты в образовательном учреждении, либо в жизни, либо в семье. Поэтому на сегодня мы поставили перед собой амбициозную задачу, поставили перед собой цель именно при помощи лекций и практических занятий дать им основы именно правовые, дать молодежи те компетенции, с которыми они, в принципе, должны пойти дальше в жизнь, их применять успешно. Занятия в Институте прикладного права разделятся на два блока. Первый уже стартовал и продлится до 27 ноября текущего года. За этот период ребята изучат право с теоретической и практической стороны. Своими знаниями с учащейся молодежью поделятся представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, банковской системы и предпринимательства, здравоохранения, правоохранительных и судебных органов. Одним из лекторов Института прикладного права стала Виктория Стеля, старший помощник прокурора Нинецкого автономного округа. Те знания, которые мы будем сегодня им давать, они будут применимы в обычной жизни, потому что они будут знать, что такое прокуратура, чем она занимается, по каким вопросам они могут написать обращение, по каким вопросам мы даем разъяснение законодательства, каким образом мы защищаем в том числе права субъектов предпринимательской деятельности. Практические занятия ребята проведут в Дворце правосудия. Опыт организации модельных судебных слушаний для школьников и студентов уже есть. Второй этап обучения пройдет с января по февраль 2018-го. Ребята дополнительно изучат избирательное право, о применении которого расскажут члены избирательной комиссии Нинецкого округа. Учебные занятия будут проходить во вторник, четверг и субботу на базе библиотеки имени Печкова и Нинецкого краеведческого музея. По оценкам организаторов, служителями станут более 60 человек. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Самый массовый за всю историю молодежный фестиваль завершился в Сочи. Почти 25 тысяч участников из более чем 180 стран стали главными героями масштабного события. Посчастливилось побывать на нем и наши молодежи. В делегацию от Нинецкого округа вошли лидеры общественных организаций, студенты, молодые педагоги, политики, спортсмены и музыканты. О том, как мир посмотрели и себя показали, расскажет Любовь Пермякова. Эти кадры с торжественной церемонией открытия, которая прошла в Сочи в Ледовом дворце Большой, облетели весь мир. Пять континентов в прямом эфире наблюдали за своими соотечественниками, которым выпала большая честь представлять их страну на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Лучших молодых представителей в науке, творчестве, спорте и политике приветствовал президент России Владимир Путин. Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное упорно идти только вперед. Более 25 тысяч участников шагнули в самое большое международное событие, где их ждали более 70 различных образовательных и дискуссионных площадок. На них выступили более тысячи спикеров. Это известные политики, писатели, медиаперсоны. Одним из самых популярных спикеров стал мотивационный оратор и писатель Ник Вучич, который был рожден с редким синдромом тетрамелии, отсутствием четырех конечностей, и научился жить с этим недостатком. Сейчас австралиец Ник Вучич, счастливый отец и муж, и всемирно известный оратор. Что бы это ни было, совершайте шаг за шагом. Если вы падаете, вставайте. И даже если ваши родители не верят вам. Знаете, мои родители думали, что я просто сумасшедший, когда я говорю, что я хочу стать оратором, но я стал оратором. Папа сказал, закончи школу. Я закончил школу. И затем я стал оратором. И вы знаете, как я начинал? Я начинал с нуля. Пожалуйста, не ищите отговорок, чтобы не мечтать по-крупному. На встрече с молодежью он прочел лекцию по теме мотивации жизни в рамках направления «Гражданская платформа развития» и признался молодежи в любви к России, пообещав завести аккаунт Facebook на русском языке. Еще одна интересная встреча на фестивале ждала любителей киноискусства. Режиссер Владимир Мельшов приехал в гости со своим оскароносным фильмом «Москва слезам не верит». Маэстро кинематографии молодежь со всего мира приветствовала бурными овациями. Владимир Валентинович рассказал участникам фестиваля об истории создания фильма «Москва слезам не верит», который более 35 лет назад получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и поделился с любителями искусства о том, как идти к своей цели, несмотря на многочисленную критику. Еще одну высоту, но уже высшего пилотажа, участникам фестиваля продемонстрировала авиационная группа военно-воздушных сил «Соколы России». Липецкие пилоты выполнили над Сочинскими горами сложнейшие фигуры – косые петли, боевые развороты, полуперевороты и бочку группой, а также самую известную фигуру – «Мертвую петлю». За гордостью России с земли наблюдали более тысячи зрителей. В это же время другие участники фестиваля оттачивали мастерство в спортивных мероприятиях, турнирах по велогонкам, мини-футболу, уличному баскетболу. На протяжении всего фестиваля в главном медиа-центре Олимпийского парка работал международный выставочный проект. Самая яркая представленная на нем площадка – регионы России и мира. Здесь можно было окунуться в истории, традиции и быт разных народов. Огромной популярностью пользовалась наша ненецкая экспозиция. Данный человек у нас из Непала. Как вы любите здесь фестиваля? Это очень-очень удивительное. Это очень-очень красивое. Это издевание заплатывающее, очень здоровое. Что узнал о ненецком округе, вот о нашем? Очень красивое. Очень красивое. Здесь же на экспозиции молодежь округа встретилась с временно исполняющим обязанности региона Александром Цибульским. Руководитель делегации Наталья Ермакова рассказала ему о заслугах каждого из участников, среди которых Надежда Латышева. Она сыграла в ничью с шахматистом Карповым. Тамара Сидей – обладательница двух премий президента. Доброволец России Анастасия Боярская, Юлия Некрасова, которая входит в Золотой фонд студентов САФУ, а также многочисленный призер музыкальных конкурсов Игорь Саботович. Закончилась фестивальная неделя для наших делегатов и еще более 25 тысяч участников грандиозной церемонии закрытия, которая прошла сразу на двух площадках – в Медалсплазе и Ледовом дворце Большой, где главными героями стали сами участники форума. На сцене Международный рок-оркестр вместе со зрителями исполнили лучшие мировые хиты от Рики Мартина до Металлика. Красивой точкой фестиваля стал салют из четырех тысяч залпов. Сохранить и приумножить. Региональное общественное движение «Изватас» выпустило учебные пособия на ижимском диалекте коми-языка – словарь, разговорник, обучающее пособие и книгу для чтения. Все они были разработаны и изданы в рамках реализации проекта «Родной язык. Основы духовности и культуры» этноса коми-изимцев, который в прошлом году получил грант на 12-м конкурсе социальных и культурных проектов «Паулу Койл». По данным последней переписи населения, на территории региона из трех с половиной тысяч коми-изимцев родным языком владеют только 14%. И это, по словам руководителя проекта Ивана Рощева, серьезная проблема, решением которой занялись активисты регионального общественного движения «Изватас». Была поставлена цель – учить разговорному языку через наши пособия. Создалась такая инициативная группа, можно сказать, педагогов-энтузиастов, выходцев из Ижни, еще моего поколения примерно лет 60-70, которые с детства знали язык, некоторые даже изучали литературный. Результат плодотворной работы педагогов-энтузиастов – вот эти брошюры на ижимском диалекте коми-языка. Снаружи яркие обложки, а внутри – кладезь знаний. Впервые у коми-населения округа появилась возможность для обучения и общения на родном языке через печатное слово. Оставили, в общем-то, грамотный в свое время народ, бесписьменным. То есть у нас не было на что опереться через печатное слово. То есть не было книг? Не было книг. Учебников? Учебников не было. Нам поступали учебники на ижимском, то есть на литературном языке. Очень сложно. Надо их снова переводить на ижимский диалект, чтобы дети понимали. Ижимский диалект наиболее удобен для изучения и легок для восприятия, в отличие от литературного коми. С помощью этих учебных пособий изучать язык предков смогут как взрослые, так и дети. Добавлю, что брошюры, изданные на средства Лукоиловского гранта, направлены в поселение Нинецкого округа, где проживают коми-ижимцы. Также экземпляры учебных пособий хранятся в библиотеке этнокультурного центра Нинецкого округа. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.